This conference will now be recorded. Меня зовут Чебутарева Светлана Владимировна. Я являюсь экспертом в области трудового права и трудового законодательства. Работаю с организацией, с работодателем. Провожу кадровый аудит. Опыт работы в области кадрового консалтинга у меня порядка более уже 15 лет на сегодняшний момент. Также являюсь автором и разработчиком курсов по кадровому делу производства и по управлению персоналом. Провожу консультации по применению трудового законодательства. Еще раз что-то у нас со звуком. Ольга написала, что у нас тут со связью проблема. Все отлично. Так, хорошо. Хорошо. А это значит какая-то локальная проблема. И да, то есть на вашем компьютере, если у кого-то проблема. И еще раз огромная просьба тем, кто к нам присоединяется, обязательно отключайте у себя микрофончики, потому что мы ведем запись. Нашему центру уже 29 лет. Мы очень давно на рынке дополнительного образования. На сегодняшний момент у нас более тысячи разных курсов. В том числе и курсы. Широкая линейка курсов по кадровому менеджменту и по управлению персоналом. И у нас уже на сегодняшний момент более миллиона выпускников и порядка 250 преподавателей. Так как мы очень давно на рынке, конечно же у нас есть и конкурентные преимущества. Во-первых, наши занятия проводят квалифицированные преподаватели, которые имеют опыт работы. Также у нас очень удобный график. Может быть индивидуальный график. Это может быть утро, это может быть утро-день. То есть наши слушатели могут самостоятельно пропланировать формат обучения. У нас есть и очные занятия, очные-заочные и открытое обучение. А также у нас есть поддержка со стороны наших преподавателей. Когда можно написать какой-то вопрос на почту, например, я с удовольствием контактирую с нашими слушателями. И стараюсь отвечать по мере возможности. Кроме того, у нас хорошо оснащена аудитория. Современные мы находимся и на Бауманке, и на Таганке. То есть нас очень много. Так вот, чему посвящен наш сегодняшний вебинар? Это, конечно же, изменениям в трудовом законодательстве в 2021 году. Основные вопросы у меня здесь отражены. Это дистанционные работники. У нас 1 января действует обновленная глава 49.1. Пандемия внесла в свои коллективы, потому что сейчас очень много работников работают дистанционно. И на этот счет у нас предусмотрены изменения в трудовом законодательстве. Также хочу краткий обзор новой реформы. То есть что нового по проверкам работодателей. Эта реформа готовилась давно. И на сегодняшний момент у нас пока проверки регламентированы 294-м федеральным законом о защите прав юридических лиц и предпринимателей. А с 1 июля у нас вступает в силу федеральный закон номер 248 о государственном контроле и надзоре. И вступают новые правила. То есть у нас есть проверки до 30 июня 2021 года. И с 1 июля у нас уже будут действовать новые правила проверок. А что нового в законе о проверках работодателя, я как раз сегодня вам и расскажу. Кроме того, сейчас активно обсуждается тема изменений в 152-й федеральный закон о персональных данных. У нас есть изменения. И с 1 марта, собственно, окончательно новый закон у нас работает с 1 июля. Прямо кратко тоже расскажу, какие изменения. Изменения по поводу распространения персональных данных. Тоже очень важные для нас с вами изменения. То есть что мы должны учитывать. А также рассмотрим другие важные изменения, которые были. И, собственно, какие изменения еще планируются. То есть сейчас также широко обсуждается ряд планируемых изменений. Вот, собственно, кратко тоже их обсудим. Как я уже говорила, у нас присутствует целая линейка кадровых курсов. У нас есть и первый уровень кадровой работы, и второй, и третий, и четвертый. И вот, собственно, для кадрового работника очень важно владеть вот этими новыми введениями, обладать актуальными знаниями, потому что это позволяет минимизировать риски для работы дальше. Итак, начнем с вами с дистанционных работников. Дистанционным работникам у нас посвящен отдельный курс, он новый курс с этого года. Это особенности регулирования труда дистанционных работников. Что изменилось? У нас есть 407-й федеральный закон, благодаря которому у нас появилась обновленная глава 49.1 Трудового кодекса, который регламентирует удаленную работу. Что у нас появилось? У нас появилось несколько видов дистанционной работы. Это постоянная, временная, сроком до 6 месяцев, и комбинированные графики. Ранее у нас были только рекомендации Роструда, и Роструд там ранее просто рекомендовал такие гибкие графики, были письма Роструда, где была рекомендована работодателем, ну вот, так скажем, оформлять такие гибкие графики работникам. Но в законе это нигде не было закреплено. Сейчас у нас есть комбинированные графики, и теперь у нас три вида работы. То есть мы можем изначально заключить трудовой договор с дистанционным работником, постоянно он будет выполнять трудовую функцию, дистанционно, вне места нахождения работы дателя. Также временно мы можем перевести сотрудников на удаленную работу. И также можно будет установить гибкий график. То есть частично трудовую функцию работник будет выполнять в офисе, а частично будет выполнять трудовую функцию дома. Кроме того, у нас появилась новая статья. Это статья 312.9, которая позволяет переводить работников, но в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, на удаленную работу без согласия работников. При этом у работодателя должен быть локально-нормативный акт. Это становится для работодателя обязательным, который регламентирует порядок такого перевода. Перечень обстоятельств, которые позволяют работодателю перевести сотрудника на дистанционную работу без его согласия, четко прописан у нас в статье 312.9. И основные положения этой статьи должны быть в локальном нормативном акте работы дателя. Если же в случае наступления таких чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, и если нельзя сотрудника перевести на удаленную работу, потому что действительно не все сотрудники могут выполнять работу удаленно, то тогда работодатель должен будет таким работникам объявить простой. Вот все эти ключевые моменты должны быть в локальном акте отражены. То есть у нас должен быть теперь еще один документ, и он нам будет нужен в любом случае, потому что такая ситуация может наступить. Ну вот как нам, собственно, показала практика. Кроме того, есть особенности заключения тогда у договора с дистанционными работниками, у нас два формата, это либо обмен бумажными документами, либо электронные документы. И ранее в главе 49.1 было закреплено требование к обязательному наличию усиленной квалифицированной подписи. А как сказано в пояснительной записке было к законопроекту, это требование существенно ограничивает распространение дистанционной работы, потому что оформление такой подписи стоит дорого. Так вот, требования к обязательному наличию усиленной квалифицированной подписи убрали при заключении трудового договора. То есть теперь усиленная квалифицированная подпись должна быть у работодателя, а при этом у работника для заключения трудового договора в электронном виде такому работнику будет достаточно и неквалифицированной подписи. Все остальные случаи, то есть порядок взаимодействия с дистанционными работниками, этому тоже посвящена статья в новой главе 49.1. Вот порядок взаимодействия с дистанционным работником работодатель определяет сам. Просто этот порядок, он должен быть регламентирован локальным нормативным актом, либо прописан в трудовом договоре с работником, либо в дополнительном соглашении. То есть есть требования только на заключение трудового договора, дополнительного соглашения, ученического договора и договором от ответственности, если такое вообще предусмотрено. Вот там у работника должна быть подпись электронная. Во всех остальных случаях это требование закону убрали. И теперь работодатель сам может определять порядок такого взаимодействия. Здесь есть опять же ключевые особенности, ключевые нюансы, о которых я говорю на нашем курсе. Это и персональные данные, и охрана труда, и материальная ответственность дистанционных работников. Кроме того, у нас сейчас появилось требование. Ну, в принципе, работодатель может обеспечивать работника техникой, а также работник может использовать свою технику. Вот в данном случае у нас теперь в главе закреплено требование компенсировать работнику расходы, связанные с удаленной работой. Размер компенсации трудовой кодекс у нас не определяет, но работодатель должен это определить самостоятельно. Также есть теперь гарантии по оплате труда. Теперь перевод сотрудника на дистанционную работу не может являться основанием, это прямо указано, не может являться основанием для снижения ему заработной платы. Также у нас существуют особенности по учету рабочего времени. Если режим рабочего времени не определен в судовом договоре с дистанционным работником, то такой режим рабочего времени работник определяет по собственному усмотрению. Так и сказано. А также внимание обращено на командировки, то есть вот является ли поездкой дистанционного работника в офис командировки. То есть можно его оформить? Да, можно однозначно. Сейчас наша новая глава нам об этом говорит. Кроме того, есть новое основание для увольнения дистанционных работников. Теперь дистанционных работников можно уволить в случае, если дистанционный работник не выходит на связь в течение двух рабочих дней. Иными словами, ранее весь перечень дополнительных оснований для увольнения дистанционных работников был отражен в трудовом договоре с дистанционными работниками. Сейчас это запретили делать. Сейчас мы этого устанавливать в трудовом договоре не можем. Все основания для увольнения у нас определены в трудовом кодексе. И для дистанционных работников появилось и закреплено теперь в трудовом кодексе дополнительные основания для увольнения. Если не выходит в течение двух рабочих дней, то, следовательно, работник может быть уволен. Для тех сотрудников, которые работают постоянно в дистанционном формате, есть еще одно основание в случае изменения места жительства. Просто были такие прецеденты, когда сотрудники уезжали, например, на Камчатку и требовали доплачивать им процентную набавку и коэффициент по оплате труда. Вот сейчас изменение места жительства работника, оно может являться основанием для расторжения трудового договора с таким работником. Ну вот подробно мы как раз как уволить дистанционного работника, как применить к нему дисциплинарное взыскание, как учитывать рабочее время, как раз рассматриваем на нашем новом курсе. Ну и, конечно же, новая реформа ГИД. Это новый закон, 248 федеральный закон. И у нас будут новые правила проверок с 1 июля 2021 года. Итак, какова основная цель данного закона? Это сократить количество проверок, но не только сократить количество правонарушений. Как это сделать? Ну вот, собственно, есть статья 45, где введены профилактические мероприятия. Теперь контролирующие ведомства обязаны проводить такие профилактические мероприятия. Я сразу подчеркну, что это не затрагивает только сферу трудового законодательства этот закон. Так же, как и закон 294. 294 федеральный закон, который у нас сейчас действует о защите прав юридических лиц предпринимателей, он распространяется на все виды государственного контроля и надзора. Не только в сфере соблюдения трудового законодательства. То же самое 248 федеральный закон. Он регламентирует все виды государственного контроля и надзора. Поэтому нас, опять же, интересуют с точки зрения трудового законодательства, нас интересует проверка ДИП. Так вот, что касается нового закона и, собственно, в чем особенность данной реформы. Виды профилактических мероприятий. То есть нужно сократить количество проверок, сократить количество правонарушений. И здесь есть обязанность контролирующих ведомств проводить такие мероприятия, как, например, информирование, которое осуществляется путем размещения на соответствующем сайте контрольного ведомства информации. Это нормативные акты должны быть размещены на сайте контролирующего ведомства. Тексты нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок проведения контроля и надзора. Также должны быть опубликованы актуальные сведения об изменениях, которые внесены в нормативно-правовые акты, сроки, порядок вступления. Перечень нормативных актов должен быть отражен. Также должны быть на сайте ведомства проверочные листы. Простите, проверочные листы. Сразу скажу, у нас есть приказ Минтруда номер 655. У нас есть проверочные листы и у нас все плановые проверки проходят по проверочным листам. Вот эти проверочные листы должны быть актуальны и содержаться на сайте контрольного ведомства. Также что еще должно быть? Должен быть перечень критериев и индикаторов риска. А также должен быть прописан порядок отнесения объектов контроля к определенным категориям риска. Перечень объектов контроля с указанием категории риска. То есть у нас риск ориентированных обход. То есть чем выше уровень риска, тем, соответственно, чаще проводятся проверки. То есть логика такова. У нас есть положение в государственном контроле надзоре в сфере соблюдения трудового законодательства, которое утверждено постановлением правительства 875. И там, если, собственно, интересно, можете посмотреть постановление 875. Там есть как раз категория, критерия отнесения предприятий именно применительно к сфере трудового законодательства. И там есть чрезвычайно высокий риск, где проверка может проводиться раз в год. Есть низкий риск, когда плановые проверки не проводятся вообще. Определение того или иного коэффициента риска не освобождает от неплановых проверок. Сразу поясню. Плановые, да. А внеплановые, там, по жалобе работник, они могут быть проведены независимо от категории риска. Вот информирование. На сайте контрольного ведомства должна содержаться подробная информация и о нормативных документах, и о категориях риска предприятий. Сейчас на сайте Роструда есть калькулятор риска. Можно определить, к какому риску относятся наши предприятия. Также есть перечни предприятий, которые отнесены к категории чрезвычайно высокого риска. Это что касается информирования. Обобщение правоприменительной практики – это контрольное ведомство обязано анализировать типичные нарушения. Причины этих нарушений, факторы, условия, то есть какие условия способствуют возникновению данных нарушений. Также контрольное ведомство обязано анализировать эти случаи, готовить предложения, например, по внесению изменений в законодательство. И ежегодно у нас будет, по итогам обобщения правоприменительной практики, будет подготовлен доклад. Доклад будет утвержден приказом соответствующего контрольного ведомства. И этот доклад будет размещен в сети интернет на сайте контрольного ведомства. Очень интересное профилактическое мероприятие – это меры стимулирования добросовестности. Как сказано в статье 48 данного 248 федерального закона, там сказано в целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований. Контрольные органы проводят мероприятия, которые направлены на нематериальное поощрение добросовестного поведения контролируемых лиц. В общем, мы пока не знаем, как будет поощрять работодателей. В статье 48 сказано, что это будет определено в соответствующем положении о соответствующем контроле. У нас пока 875 постановление, но я думаю, что в ближайшем будущем будет внесено изменение. И, наверное, там укажут, какое нематериальное поощрение будет использоваться в отношении добросовестных работодателей. Как, собственно, нас будут стимулировать вести себя прилично. 49 статья – объявление предостережения. В случае, если, допустим, у контрольного органа есть информация о уже совершенном нарушении, либо готовящемся нарушении, то контрольное ведомство вправе принять решение и объявить предостережение. Ну, то есть это по аналогии выговора к работникам, совершившим право нарушения. То есть объявляется вот это предостережение в письменной форме, направляется предприятию это предостережение. А также направляется еще и ссылка, которая позволяет пройти самообследование. Мы сейчас можем пройти самообследование. На самом деле у нас есть сайт онлайн-инспекция, где мы можем пройти это самообследование на основании вот этих вот проверочных чек-листов. Но вот, собственно, закон нам говорит о том, что в случае получения такого предостережения у нас еще будет ссылка на соответствующий сайт, где в автоматизированном режиме мы сможем пройти самообследование. Это вот здесь есть шестой пункт, там у меня на слайде самообследование. Консультирование. То есть сотрудники контрольного ведомства будут проводить консультации как по телефону, так и посредством видеоконференции, то есть дистанционным способом, письменно, устно. И что касается перечня вопросов, порядок такой консультации, он тоже будет определен в соответствующем положении, в соответствующем виде контроля. А что интересно, там сказано, что плата за консультации не взымается. Это очень важный момент такой. Что еще вот из того, что какие профилактические мероприятия могут быть? Ну вот самообследование я сказала, что предприятие может пройти самообследование, используя определенную в автоматизированном режиме. И в случае, если контролируемое лицо получает высокую оценку по результатам самообследования, это будет на сайте контрольного ведомства такая возможность предусмотрена. А если получает высокую оценку, то он может принять декларацию. Предприятие может принять декларацию, называется декларация соблюдения обязательных требований. То есть самооценку прошли, выяснили, что у нас нарушений нет, а вы приняли декларацию, утвердили, направили эту декларацию контрольному ведомству. Контрольное ведомство зарегистрировало эту декларацию, должно будет разместить на сайте. Ну и, собственно, работодатель в данном случае тоже сможет разместить данную декларацию на сайте. При этом даже определен срок действия не менее года и не более трех лет. Конкретный срок, подчеркну, также будет указан в соответствующем положении о соответствующем контроле. У нас пока изменений нет, это 875-е постановление. Но я уверяю, так как у нас с 1 июля новый закон, то есть до 30-го, это одни правила, с 1 июля у нас новые правила, и, следовательно, будет меняться и положение о государственном контроле в сфере соблюдения от этого законодательства. Ну и вот очень интересный момент, это профилактический визит, который может быть проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности предприятия. И в ходе профилактического визита как раз контролируемое лицо будет информировать, то есть осуществлять такое мероприятие, как информирование и консультирование. Профилактический визит есть обязательный, есть добровольный, есть предприятия, которые, собственно, отнесены будут к определенной категории риска, где будет присутствовать обязательный профилактический визит. При осуществлении профилактического визита обязательно уведомление организации, и организация может отказаться. За 5 дней должны уведомить, организация может отказаться от профилактического визита. Ну и если в ходе осуществления профилактического визита обнаружены какие-то проблемы, серьезные нарушения, то может быть принято решение о проведении проверки. Также порядок, сроки вот этих профилактических визитов, они также будут определены в соответствующем положении о государственном контроле. Еще вот на что хотела обратить внимание, что, что вот, собственно, так как цель закона сократить количество проверок, потому что данный закон в принципе запрещает оценивать контрольное ведомство по количеству проведенных проверок, теперь чем меньше нарушений, тем лучше, и, собственно, государственное ведомство контрольное обязано принимать меры для профилактики правонарушений. Так вот, можно будет, если, да, это будет предусмотрено в сфере трудового законодательства, пройти проверку в независимой аккредитованной организации. А как, собственно, будет это выглядеть, пока сказать сложно. То есть, видимо, это будет по аналогии со специальной оценкой условий труда, то есть у нас есть перечень аккредитованных организаций, которые проводят у нас специальную оценку условий труда, я думаю, что также будет независимый орган инспекции, аккредитован рост трудом, который будет проводить такую независимую оценку. И в новом законе есть статья 54, это признание результатов независимой оценки, что контрольное ведомство обязано будет признавать результаты данной оценки. Все проверки у нас зафиксируют онлайн, то есть будет создан единый реестр видов государственного контроля, но это, опять же, будет только с 1 января 2022 года. Ну, то есть пока данный реестр будет только формироваться. Новые виды и формы контроля у нас есть. Ну вот если 294 федеральный закон, знаете, у нас есть плановая проверка, у нас есть не плановая проверка, у нас есть документарная проверка, вы знаю, сейчас у нас контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рядовый осмотр, документарная проверка, вы знаю, проверка. Ну и, конечно же, плановые мероприятия и внеплановые мероприятия Все это у нас сохраняется. То есть расширяется перечень мероприятий. То есть помимо перечня и профилактических мероприятий у нас достаточно широкий перечень и контрольных мероприятий, которые могут быть проведены. Так вот, что интересно, это инспекционный визит. Инспекционный визит это выездная проверка, ну собственно, которая может также проводиться и посредством дистанционного взаимодействия, то есть аудио, видеосвязь. И в рамках инспекционного визита может проводиться осмотр, беседа, документы, требования документов, инструментальное обследование, также могут работников попросить, объяснения запребуют, ну в общем все как проверка только. Инспекционный визит у нас проводится без предварительного уведомления, будет проводиться без предварительного уведомления и срок проведения инспекционного визита не может превышать один рабочий день. Ну то есть это такая экспресс оценка, пришли, пришел, увидел, зафиксировал, оштрафовал, ну грубо говоря, да. То есть это очень быстро, это соответственно самые основные документы в зависимости от объекта проверки, о чем собственно конкретно будет идти речь, но это будет проведено достаточно оперативно. А при этом, так же как и в 294 федеральном законе, работодатель обязан будет обеспечить беспрепятственный доступ инспекторов, здания, сооружения, помещения, предоставить возможность ознакомления с документами. Что касается инспекционного визита, вот те плановые проверки, которые у нас сейчас, у нас опубликован план проверок, можете посмотреть на сайте Роструда, он есть, то есть вот до 30 июня это одни правила, да, вот с 1 июля теперь плановая проверка может быть заменена инспекционным визитом. То есть такое решение может принять орган. То есть сейчас широко используется дистанционная форма, при этом у нас есть еще постановление правительства 1969, это проведение проверок в 2021 году, и уже с января этого года можно проводить проверки дистанционно. Вот это там закреплено, то есть задача выездные проверки свести к минимуму и проводить только в исключительном случае. Кроме того, у нас сокращается срок проверки, то есть проверки у нас сейчас, да, вот до 30 числа, это 10, ой, 20 рабочих дней, а будет у нас 10 рабочих дней. То есть проверки станут короче. Мониторинг вместо плановых проверок, это действительно сейчас у нас такое есть. Также у нас появилось, как и в случае с профилактическим визитом, добровольный и обязательный мониторинг. В ряде случаев, если предприятие высокой категории риска, это будет обязательный мониторинг, отказаться нельзя. Вот, добровольный мониторинг основывается на добровольном участии контролируемых лиц. И, собственно, о чем речь здесь, если мы говорим о мониторинге, заключаться он будет в, так скажем, дистанционном режиме. Это работодатель или, собственно, организация будет подключена к определенной системе информационной, с использованием определенных методов дистанционного контроля. Это и фото, и видеосъемка, измерение и так далее. Все эти данные будут поступать в определенную информационную систему. Пока ее нет, эта система, и, с одной стороны, это может быть добровольное участие в таком мониторинге, либо обязательно, если это будет предусмотрено, опять же, в соответствующем положении о государственном контроле и надзоре. Если это добровольно, то будет у нас заключаться соглашение. Форма соглашения утверждается соответствующим ведомством, его пока нет, этой формы соглашения. Подключение к этой системе, внедрение каких-то определенных средств программного обеспечения будет за счет организации. Если обязательно мониторинг, то за счет средств бюджета. То есть добровольный, это основывается на добровольном участии, то есть организация добровольно подключается к этой системе за собственный счет. Если обязательный, то это за государственный счет. Также, что, собственно, за что насторожить, это статья 74-я, это мониторинг безопасности, под которым у нас будет приниматься анализ данных об объекте контроля. То есть той информации, которая есть и контрольного ведомства. Эта информация также может поступать и из других ведомств, потому что у нас существует система межведомственного взаимодействия. Мы подаем с вами отчеты налоговую, размещаем на сайте «Работа в России». То есть у нас очень, мы, так скажем, живем в информационной среде, подаем отчеты, и вот эта информация, она будет анализироваться. Это будет называться мониторинг безопасности. Если, допустим, контрольное ведомство то или иное увидит какие-нибудь там несостыковки, разночтения, то в этом случае может быть принято решение о проведении какого-нибудь контрольного мероприятия, перечень которых в новом законе достаточно широкий. То есть мониторинг безопасности будет проводиться без участия контролируемых лиц, только основываясь на той информации, которую мы подаем в виде отчета. Ну вот подробно мы это все рассматриваем на четвертом уровне кадровой работы. А теперь, что касается персональных данных, изменения коснутся. У нас принято поправка в 152-й федеральный закон в части распространения персональных данных. У нас подписан федеральный закон 519-й о внесении изменений. Он у нас вступает в силу с 1.03, то есть с 1 марта, а частично начнет действовать с 1 июля 2021 года. Так вот, санкции в сфере защиты персональных данных у нас ужесточаются. Их уже неоднократно ужесточали. Ну вот, собственно, последний раз ужесточали в 2019 году, и сейчас еще раз ужесточили. Без обращения полностью убрали понятие общедоступные персональные данные. И утверждена такая норма, которая говорит о том, что любую личную информацию о субъекте можно размещать только с его прямого согласия. То есть нет общедоступных данных. И теперь подумайте об этом, если будете там выкладывать информацию у себя на сайте, размещать, либо в социальных сетях. А что этого делать теперь нельзя, если нет согласия работников. Вот мы, например, размещаем информацию о работнике на официальном сайте. Нам теперь потребуется соглашение. Вот. Иными словами, персональные данные, разрешенные субъектом для распространения, то есть субъект должен разрешить эти данные распространять, в том числе и на сайте компании, в социальных сетях. То есть теперь без его согласия мы это, собственно, сделать с вами не можем совсем. Что касается согласия. Вот что должно содержать форма согласия. Такую информацию. Ну вот, требования к согласию у нас определены статьей 9 152 федерального закона. И там добавился пункт 9. Требования к содержанию согласия для распространения, там посмотрите, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов. Ну и вот на сегодняшний момент Роскомнадзор уже подготовил проект приказа. Можете посмотреть на сайте регулятора. У меня ссылочка здесь есть. Презентация есть у вас на страничке нашего вебинара. Я ее там для вас разместила. Поэтому, если что, можете ознакомиться с этим текстом приказа. Какое требование? Также у нас вот есть новая статья, статья 10.1. О распространении персональных данных в том числе и в интернете. Согласие вот это должно оформляться отдельно. То есть у нас теперь согласие на обработку персональных данных. То, что мы самым стандартным получаем при приеме сотрудника на работу. Теперь отдельно каждый раз, когда нам надо будет разместить какую-то информацию в социальных сетях или на нашем сайте, мы должны будем брать отдельное согласие. Это вот, собственно, то, что мы сейчас должны понимать, что рисков много. И эти риски связаны именно с обработкой персональных данных. Кроме того, что еще у нас сказано в той же статье новой, 10.1. Помимо того, что у нас согласие оформляется отдельно, оператор должен предоставить возможность объекту персональных данных, определить список тех персональных данных, которые он разрешает распространять. То есть мы должны при этом, само согласие должно быть максимально конкретным и подробным. То есть какие персональные данные, то есть четко сформулирована должна быть цель, с какой целью, какие персональные данные, где вы будете их распространять. И из нового, что у нас там есть в изменениях, что теперь мы можем получить согласие двумя способами. А ранее мы получили согласие только от субъекта персональных данных. Сейчас у нас есть второй способ, это с использованием инфосистемы Роскомнадзора. Но это пока не работает. Это должно заработать к лету 2021 года, с 1 июля. Поэтому как-то будет выглядеть вопрос сложный. Ну, просто чтобы мы имели в виду, что пока с марта до июля мы получаем согласие исключительно от субъекта персональных данных, то есть от нашего работы. И работник может нам такое согласие не дать. Если он нам такое согласие не дает, то размещать его персональные данные, распространять его персональные данные, работодатель не может. Также внесены изменения, повысились штрафы у нас. Я здесь вот как раз это указала, что у нас до 100 тысяч, было до 75, до 100 тысяч. Это обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством. И если это повторное нарушение, то там сумма штрафа до 300 тысяч рублей. Подробно мы это разбираем на нашем курсе кадровая работа уровень 1, который у нас стартует 28 марта. Что касается других изменений, которые у нас были, это у нас увеличился перечень лиц, которые могут уходить в отпуск в любое удобное для них время. У нас обновленная статья 262.2. У нас было трех и более детей возрастом до 12 лет. Сейчас это возраст до 18 лет, пока младшему из них не исполнится 14 лет. То есть такие сотрудники теперь могут уходить в отпуск в любое удобное время. А также у нас регламентирован новый порядок проведения медосмотров. То есть новый приказ у нас вступает в силу с 1 апреля. Подчеркну, до этого у нас был приказ Минздравсосразвития номер 302Н. Там были вредные факторы и порядок проведения медосмотров. Сейчас этот приказ действует у нас только до 31 марта. Далее ему на смену пришел новый приказ Минздрава номер 29Н. Поэтому у нас новый порядок проведения медосмотров и утверждены вредные факторы. На что еще обратить внимание? А, ну то, что с 1 января мы с вами не оформляем трудовые книжки на работников, но трудоустроенных. Это требование 439 федерального закона. Теперь оформлять таким сотрудникам трудовые книжки нам не нужно. Также что еще? С 1 января сократили перечень работ, на которых запрещено трудиться женщинам. Это приказ Минтруда номер 512. Ранее там было 456 позиций, сейчас там 100. Ну то есть сократили. Теперь больше работ, где могут работать женщины. Также у нас декларации соответствуют условиям труда, если это оптимально и допустимые. Эти декларации у нас стали бесочными. Это тоже все давно ждали. То есть у нас ранее декларация действовала 5 лет. Сейчас если условия не меняются и они оптимально и допустимые, то повторно не нужно. Повторно не нужно. То есть теперь эта декларация бессрочная, причем это касается и ранее выданной декларации. То есть не только вновь выдаваемых, но и бессрочными также становятся те декларации, ранее действующие, которые были внесены в реестр. Ну также еще отмечу, что у нас с 1 января новый МРО, это 12.792. Изменился также порядок расчета. Кроме того, у нас такие важные изменения, как отмена нормативки по охране труда. Это кардинально, там очень обширный перечень нормативных актов утрачивает свою силу. И это в рамках такого мероприятия, которое получило название регуляторная гильотина. Может быть слышали об этом. То есть устаревшие документы от меня, это на смену приходит новый. Кстати, обращаю ваше внимание, те проверочные листы, которые мы сейчас, с которыми мы можем пройти самообследование на сайте онлайн-инспекция, они пока не учитывают эти нововведения по охране труда. Ну вот пример такой. Это я о том, что кадровый работник должен быть очень грамотным кадровым работником, потому что какие-то просто уже нельзя использовать нормативные акты, а в проверочных листах они есть. Ну вот, например, у нас есть постановление Минтруда номер 1 дробь 29. Да, 1.29. И вот оно, например, действует только до 1 сентября. А с 1 сентября оно уже не действует. Поэтому вот я думаю, что в ближайшем будущем проверочные листы тоже должны быть скорректированы. То есть я думаю, что сейчас в этом направлении будет проходить работа. Также еще хочу обратить внимание, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили на 2021 год. Это постановление правительства 1969. Я вам о нем говорила. То есть сейчас допустим дистанционный формат проведения мероприятий плановых. Это что касается изменений. Ну, кроме того, изменения произошли по водителям, по иностранным работникам. Ну, то есть, скажем так, у нас очень много изменений, которые уже произошли. И также хотелось бы обратить внимание на то, что планируется изменить. Это трудовые книжки. Да, коллеги Минтрут решил упростить работу с трудовыми книжками. Речь идет о бумажных трудовых книжках, сразу подчеркну. То есть планируется убрать устаревшие требования. Скажу, что у нас сейчас действует постановление правительства 225 по трудовым книжкам и инструкция 69. Так вот, их планируют заменить. Уже есть проект приказа Минтруда. Ну, и как отмечают сами авторы проекта, просто планируют убрать устаревшие избыточные требования, которые сейчас есть вот в этих постановлениях, то есть в существующих нормативных правовых актах, которые регламентируют работу с трудовыми книжками. Вот что планируют убрать? Ну, например, требования к приходно-расходной книге. Если вы помните, приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена сургучной печати, аплодирована. Вот, собственно, требований к сургучной печати у нас не будет, ровно как и к форме вот этой вот приходно-расходной книги. То есть планируется, что форму регистрации бланков работодатель может использовать любую. То есть определять эту форму он может самостоятельно. Также не нужно будет, как по меру наших законодателей, знакомить работника под роспись личной карточки с каждой носимой в трудовую книжку записью. А также заверять подписью работника при его увольнении трудовую книжку тоже не нужно будет. Также убирают то, что уже, собственно, не актуально. У нас есть такое 225 правило заполнять трудовую книжку, принятую мы впервые в присутствии работника. То есть нам этого уже делать не нужно. Ну и еще там будет ряд корректив, ну, например, по поводу печати, что можно ее не использовать, было добавлено при ее наличии, потому что не у всех работодателей есть печать. Кроме того, будет внесена информация по дистанционной работе, потому что на дистанционных работниках трудовые книжки могут не вестись. Также при внесении записи об увольнении будет предусмотрено требование о ссылке не только на пункт, но и на часть. Я подчеркну, что если мы посмотрим с вами поставление правительства номер 225, там про часть сказано только применительно к 77 статье. 81 и 83 там про часть ничего не сказано. А если мы посмотрим с вами еще один документ, это 69 инструкция, там вообще про часть статьи ничего не сказано при увольнении. Вот, собственно, хотят это исправить и обязательно указывать, что должна быть ссылка и на пункт, и на часть, и на саму статью. Также планируют новую трудовую книжку. То есть, ну, она не сильно будет отличаться от существующих, потому что трудовые книжки у нас еще будут. Кстати, как оценивает Минтруд, то есть уже статистика такая есть, что порядка 35 миллионов граждан объявили желание ввести трудовую книжку в бумажном виде, и только чуть более 5 миллионов выбрали электронный формат. Ну, собственно, это говорит о том, что мы с вами пока продолжаем работать с бумажными трудовыми книжками. Ну и что касается нового бланка, будет новый бланк самой трудовой книжки, который будет предусматривать, вот сейчас у нас серенькая трудовая книжка, она у нас имеет 10 разворотов от сведения о работе, 10 разворотов сведения о награждении. В новом бланке планируют сведения о награждении оставить, не знаю зачем, потому что у нас сейчас в электронном формате такого раздела не предусмотрено, но вот в бумажном планируют это оставить. И планируют, что 14 разворотов это будет сведения о работе, только 7 разворотов сведения о награждении. Но пока это только проект, я подчеркну, потому что пока идет над ним работа и как он будет выглядеть в окончательной редакции мы пока не знаем. Планируется это не ранее лето, но это будет. Может раньше. А также у нас с 1 июля будет новая форма СЗВТД. Там будет у нас раздел о правоприемнике. Это в случае реорганизации юридического лица. И также будет добавлена информация по стажу работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Еще наши законодатели планируют продлить срок эксперимента. У нас есть федеральный закон номер 122. То есть у нас сейчас до 31 марта проводится эксперимент по переводу кадровой работы в электронный формат, по переходу на электронный документ оборот. Участие в этом эксперименте добровольное. Так вот, этот эксперимент хотят продлить до лета. И я так думаю, что по результатам этого эксперимента нас ожидают сами еще глобальные изменения, потому что у нас пока требования только в бумажном документе в Турдовом кодексе. Ну и собственно этот пробел будут устранять потихонечку и в Турдовом кодексе у нас будет электронный документ. Это собственно кратко, да, то что хотелось сказать. Ну кроме того, что еще по поводу СЗВТД мы с вами встаем. И у нас с 1 января действует новая статья кодекса об административных правонарушениях, статья 15.33.2, где предусмотрен штраф за несвоевременную подачу формы СЗВТД. И также, если там сведения некорректно указаны, штраф может быть от 300 до 500 рублей за каждый такой отчет. Подробно мы в Трудовой книжке будем рассматривать на втором уровне кадровой работы. Ну и также хочу представить вашему вниманию новую дипломную программу. Это специалист по кадровому делу производства, где 12 уровней предусмотрено у нас. То есть сюда входят все 5 уровней кадровой работы. Также два уровня. Это программа 1С, что очень важно. Это иностранные работники, дистанционные работники. Отдельный раздел будет посвящен документационному обеспечению управления. Это 1С документа оборот и архивное дело. Потому что сейчас архивное дело тоже актуально, потому что штрафы за ненадлежащее архивное хранение у нас в прошлом году увеличили. А штрафы за ненадлежащее архивное хранение, это статья 13.20, у нас выросли с вами в 10 раз. Так что, если, опять же, вы у нас походили в какие-то уровни кадровой работы, то подключайтесь к нашей дипломной программе. Если еще не обучались, тогда я вас с удовольствием приглашаю на первый уровень кадровой работы. Это процедура оформления трудовых окрашений. Ссылочки на все курсы здесь есть. Презентация в вашем личном кабинете. Тоже сможете подробно изучить программу. Особенно, если нет профильного образования, то, собственно, такая дипломная программа будет актуальна. Что касается курса, который у нас стартует 28 марта. Это кадровая работа уровень 1. Поэтому, если вы пока только думаете, учиться вам на кадре или нет, то я с удовольствием вас приглашаю. Стартуем мы 28 марта 3. Это воскресенье. То есть у нас 4 воскресенья, 32 часа, плюс 12 дополнительно. И я вас познакомлю со всеми актуальными изменениями. То есть то, что мы уже рассматривали, более подробно рассмотрим. Ну и также с рядом других изменений, которые тоже произошли в последнее время. Ну и мы с вами пройдем всю процедуру от приема на работу до увольнения. То есть вы сможете, да, вот мы разберемся с локальными актами, прием на работу, детально рассмотрим и совместителей, и персональные данные. Как раз у меня уже будет и форма согласия на передачу персональных данных. И по режимам рабочего времени, и по дисциплинарным взысканиям, переводам, отпускам, увольнениям. Еще у нас есть воинский учет штрафа, который бы тоже увеличили в 10 раз. Поэтому у нас такой актуальный достаточно курс. Так, и у меня такой вопрос. Скажите, Анна, к нам подсоединилась наш менеджер. Анна, я вас вижу просто. Скажите, что я вы. Анна, да, совсем не слышно вас. Не слышно. Не слышно. Не слышно. А сейчас меня слышно? Да, вот сейчас слышно. Отлично. О, отлично. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Меня зовут Анна. Я консультант по профессиональному развитию. И на данном этапе я бы хотела обратиться ко всем, кто слушал сегодняшний семинар, чтобы обратить внимание на то, что все слушатели, которые здесь присутствуют, могут воспользоваться бесплатной профессиональной консультацией. И чтобы ею воспользоваться, необходимо будет использовать промокод «Иду вперед». Для этого необходимо будет заполнить специальную форму. Я всю информацию сейчас скину в чат. Далее. И также все контактные данные меня. Если будет необходимость получить профессиональную консультацию по этому направлению, то с удовольствием помогу с этим разобраться. По поводу курсов также хотела бы обратить внимание, продублировать информацию, что ближайший старт у нас 28 марта. Программу курса я оставлю также в чате. И все необходимые контактные данные мои тоже оставлю в чате. Пожалуйста, к нам обращайтесь. Мы всегда с удовольствием поможем разобраться с подбором направления по обучению, расписания и, в принципе, предоставить любую консультацию по вопросам обучения вашего. В принципе, у меня все. Возможно, у кого-то есть какие-то вопросы. Пожалуйста, задавайте. Ну, я сразу хочу сказать, что у нас еще эта программа входит в комплексные программы. Это руководитель кадровой службы со знанием 1С, специалист по кадровому делу производства. Я представила программку. Также есть повышение квалификации. Это комплексная программа. Специалист по кадровому делу производства со знанием автоматизированных систем. Там 9-10-20 часов. И еще у нас есть специалист по кадровому делу. Это такая важная информация. Так, Анна. Мы можем тогда продолжить, потому что... Да, у нас еще вопросы. И я думаю, что наши слушатели хотят задать вопросы нам, да? Да, конечно, с удовольствием приму участие в этом. Уважаемые слушатели, давайте так. Есть ли какие-то организационные вопросы? Просто это Канни. Вот я вижу, не отображается ссылка с презентацией вебинара. Не должно быть ссылка с отображением презентации. Ольга, вы сможете в личном кабинете на страничке вашего вебинара. У вас там вебинар отражается. Там есть моя презентация, вы ее увидите. Также я вижу вопрос по поводу видеозаписи семинара. Да, в личном кабинете будет доступ к видеозаписи по этому семинару. Так, не видите ссылку? Сейчас я вам ее покажу. Не вопрос. А как это выглядит? Сейчас попробую вам на экран это вывести, чтобы вы это видели. Так, сейчас у меня просто загружается. Ага, загрузилась. Сейчас покажу. Где это находится? Вот видите? Материалы группы. И вот изменения в трудом законодательстве. Вот здесь это должно быть. И на всякий случай сбросила вам еще одну ссылочку. Ой, это я вам сбросила. Она сейчас случайно. Ссылочка именно на дипломную программу. На нашу новую. Все увидели, да, где презентация находится? Коллеги. Так, что касается теперь вопросов по теме, теме вебинара. Новые уведомления, Виктория, по иностранным работникам. Я готова на ваши вопросы ответить по теме нашего сегодняшнего семинара. Если остались, я вот тут видела вопрос. Можно писать в чате. Если что, можете задать мне его голосом. Я вот уже тут видела. Сейчас, секундочку. Если работник пришел с потового книжки, колхозник должен писать на электронную. Нет, у нас обязанности писать на электронную нет. Выбор электронный – это добровольно. У нас ранее выданные трудовые книжки, они действительны. И обмену не подлежал. Вот, поэтому можно, если колхозник заявил желание ввести трудовую книжку в бумажном виде, отказать мы ему не можем. Только если ранее он уже не подавал заявление, если он ранее не выбирал электронную. Потому что у нас есть такие сотрудники, которые вообще заявления в 2020 году не писали. Следовательно, мы по умолчанию продолжаем инвестие их в трудовые книжки, которые у них есть. Вот, а переходите на электронную трудовую книжку или нет, решать уже будут сами работники. Так, Виктория, да, ну это я вам сказала, да, по иностранным новую форму уведомления. То есть на сайте надо посмотреть новую форму. Есть ли еще, коллеги, какие-либо вопросы? Готова на них ответить? Спасибо, Светлана. Вот, вы уже дипломированный специалист. Но пересматривать здесь рискованно, да, потому что, ну, очень много положений отменено. Поэтому здесь вот надо смотреть, потому что какие-то положения, которые ранее были актуальны, они сейчас уже могут быть неактуальны. Но мы с вами, как грамотные кадровики, должны, так сказать, ориентироваться немножко в законодательстве. То есть следить, держать руку на пульсе. То есть какие изменения есть, какие планируются. А вот, если вопросов нет, коллеги, я вас благодарю за участие в нашем семинаре. Всем большое спасибо, кто был с нами. Новые блатки. Ирина, дело в том, что у нас есть работники, я уже, как я уже говорила, по статистике ПФР, электронные трудовые книжки выбрали только чуть больше 5 миллионов. Из 58 миллионов зарегистрированных. И, как вы понимаете, у нас огромное количество в обороте трудовых книжек. Следовательно, у нас 66-ю статью с вами по бумажным трудовым книжкам никто не отменял. Если сотрудник выбрал бумажную и ее потерял, он имеет право обратиться к вам за какой? За той же бумажной трудовой книжкой. Дубликаты никто не отменял, вкладыши никто не отменял, если работник сохранил право на ведение. Зачем, собственно, законодателям наносить изменения и менять форму? Я подчеркну, это только проект. Зачем это делать нашим законодателям, объяснить вам не могу. Но вот зачем-то нужно. Ну, опять же, сказано, что если у работодателя есть предыдущие бланки трудовых книжек, они будут актуальны, их тоже можно будет использовать. Вот, поэтому спасибо большое. Я надеюсь, кратко, да, ну, в рамках отведенного нам времени, потому что времени было немного, думаю, что кратко осветило все ключевые моменты. Поэтому приходите на наши курсы, с удовольствием пообщаемся. У нас их много, так что, и надеюсь, что увидимся. Потому что я вижу вот наши слушатели, которые с нами были. Спасибо вам большое. Так, вижу вопрос, Наталья. Да, подскажите, если работник не предоставил при приеме СТДР от предыдущего работодателя, в трудовой книжке есть запись, что он выбрал электронную, но мы не можем быть уверены, что он действительно уволился. Может ли это быть основанием для отказа? Дело в том, что если он вам принес электронную трудовую книжку, в которой сказано, что он выбрал, точнее, если он вам принес бумажную трудовую книжку, в которой сказано, что он выбрал электронную трудовую книжку, то у вас нет основания его принимать в принципе, потому что он должен вам предоставить либо СТДР, либо СТДПФР. Это прямо сказано у нас в статье 65, у нас обновленная статья. 65-й это перечень документов, предоставляемых при приеме на работу. Поэтому если там запись, вот допустим он принят, то ромашка принят, потом идет запись, что сотрудник выбрал электронную трудовую книжку, и нет записи об увольнении, нет справки СТДР, мы не можем его принять. Потому что принять мы его можем только если он уволен. А подтверждение увольнения в данном конкретном случае у нас нет. Не обязательно это будет СТДР, но тогда СТДПФР. СТДПФР может на сайте ваших услуг запросить. Дальше в противном случае принять, сделать ему запись о приеме на работу мы не можем. Вот как раз в новых правилах, то что я говорила, у нас сейчас постановление правительства номер 225 и 69 инструкция. И у нас там мало того, что очень много устаревших требований, но и много, собственно, неактуальных. То есть требуется обновить. И вот как раз эти пробелы устранят, когда будет новый проект документа. Вот там это все у нас будет отражено. И по поводу какая запись трудовой книжки, по поводу того, кто должен предоставить СТДР новому работодателю. Просто пока этого нет. Но это будет подчеркну. Вопрос времени. Ну и вопрос содержания. Потому что сейчас пока только все это активно обсуждается. Так, ну что, уважаемые слушатели, тогда мы с вами можем проститься. Так, ага, нет, есть еще у нас вопрос. Есть у нас еще вопрос. В ТК при выборе трудовой тоже делаем запись. Нет, если он выбрал бумажную, то мы продолжаем ввести ему бумажную, не делая никаких записей. Мы только информируем пенсионный фонд. Подаем форму СТД, где будет указано, что работник выбрал бумажную трудовую книжку. В дальнейшем у нас с вами ничего не поменяется в работе. Делаем запись трудовой мы только в том случае, если работник будет в электронную. Тогда мы сделали запись и бумажную ему отдали. Кстати, в новом законе это тоже будет, ну так скажем, будет формулировка этой записи указана. Потому что, ну вот, в тех правилах, которые у нас сейчас регламентируют работу с бумажными и токровыми книжками, это не учтено. А в новом документе все это будет. Даже какую именно запись должны носить. Потому что никто не знал, какую запись носить. И Роструд, он постоянно менял свое мнение, то в день подачи заявления, то в течение трех дней. Вот сейчас планируют окончательно закрепить норму, что если работник выбрал электронную трудовую книжку, бумажную, мы ему должны будем выдать в течение трех дней. И даже будет указано, какая формулировка записи будет. Наталья ответила. Так, ну что, тогда всем огромное спасибо еще раз. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.